девочки всем большой привет я рада приветствовать на своем канале сегодня мы начинаем с вами новый влог я уже собралась немножко накрасилась на самом деле у нас в питере безумная жара и мне вообще краситься не хочется и сейчас мы с вами пойдем на педикюр я покажу как и мне сейчас пальчики до и потом покажу какие после вообще не знаю какой цвет делать но я очень консервативно наверное в этом плане в плане ногтей что у меня обычно нюд всегда на руках и на ногах я тоже делаю нюд иногда делаю белый вот сейчас у меня белый и какой я сделаю сегодня я на самом деле даже не знаю у меня были идеи сделать черный первый раз ну пока не знаю не не решится на этот цвет не знаю почему у меня такие предрассудки с выбором цвета для ногтей но наверное понимаю частично что мне просто надоедает цвет в течение месяца то что педикюр я ношу месяц полтора а вот этому кстати уже полтора месяца и вот белый он меня не особо напрягает а если бы был какой-то цветной я бы наверное от него очень быстро уставлю вот поэтому беру вас с собой пойдемте скорее на педикюр вот такой вот у меня сейчас белый уже видно что он отрос не обращайте внимание на мои вот эти вот моменты у меня все ноги стерты и сзади у меня на пятки куча пластырей но начинается лето у меня это любимое дело вот пойдемте скорее уже девочки очень вчера под закрытие аутлета в полково успели купить мне сандали это был конечно может кто-то будет шоке я сама в шоке что я выбрала такую модель я уже вчера не ходил очень удобный мягкий это натуральная кожа очень такие сандали я себе выбрала в общем забрала свой заказ из ламода хочу с вами поделиться что в итоге заказала ну вообще заказ я делала ради вот этих двух мицелляров очень я люблю эту мицеллярку пользуюсь ей на регулярной основе и вот была очень хорошая скидка на вторую упаковочку купила про запас а также на ламоте часто скидки на вот эти зубные пасты они выходят дешевле чем в золотом яблоке даже если золотом яблоке применять промокод на 10 процентов и по моему даже на 15 вот если на 25 то надо смотреть может на ламоде чуть-чуть и дороже будет но в принципе я их часто теперь заказываю именно на ламоде взяла спрей сыворотку отдать бы у меня есть такая уже это моя третья сыворотка мне очень нравится взяла 50 миллилитров потому что другой больше не было а на золотом яблоке кстати они роже поэтому я всегда заказываю на ламоде и следующее это увлажняющий бальзам от бабр бабор честно не знаю правильно ударение они немножко поменяли упаковку и формулу бальзама еще пока не знаю не пользовалась у меня старенький который в металлической упаковке такой серебряный и он беленький внутри а этот такой челесный не знаю попробую люблю такой формат бальзамов также на пробу взяла спрей для объема где-то я видел его в рекомендациях решила попробовать менять у ручку помню 50 миллилитров еще пока ничего не знаю буду пробовать взяла вот такую расческу тенгл тизер она по-моему предназначена для массажа головы очень удобно вот так вот здесь она захватывается на три пальца буду пробовать и последнее я взяла гель с экстрактом плюща от сейн бас вообще у меня уже скоро будет практически все средства от сейн бас очень мне нравится тоже видела много хороших отзывов на него и на ламоде в разы дешевле получается поэтому заказываю там они в яблоке девочки хотел с вами поделиться своими покупками и вчера чисто случайно мы зашли в один магазин я увидела вот эти вот духи tom ford на самом деле я не планировалась покупать никакие духи но решила послушать этот аромат и мне он очень-очень понравился в общем пришлось брать взяла я 30 миллилитров такая небольшая баночка очень красивая так дорога богата в стиле tom ford это вторимая уже духи вот tom ford у меня есть lost cherry их самый популярный наверное аромат ну во всяком случае который я часто слышу от знакомых и подружек и в общем решила взять вельвет орхидею приятный запах но он тяжеловат и не каждому он понравится поэтому стоит пойти послушать прежде чем там заказывать онлайн продавец консультант на самом деле сказала что несмотря на то что tom ford ушел из россии но поставки какие-то есть и даже каких-то новинок просто небольших количествах и не во всех магазинах представлены в общем уловила вот такую вот красотку я люблю иногда пользоваться такими тяжелыми ароматами он стойкий скорее вечерний чем дневной я аромат описывать не умею еще я взяла вот такую штучку от шанель это лосьон давайте сейчас достанем значит это восстанавливающий лосьон для лица с красной камели увидела решила попробовать на самом деле сейчас косметики шанель ходовой не очень много представлены но я так думаю декоративные тоже мало по моему и вообще нету не знаю не буду врать в решила попробовать очень приятно ведет себя это лосьон на руке на лице пока не пробовала девочки решила выйти вам в таком образе сегодня у меня понедельник день уборки я каждый понедельник убираюсь на самом деле я проснулась в 10 немножко там перекусила я даже и не кушала нормально я надеюсь не будет мешать звуки от стиральной машины она уже скоро закончит стирать проснулась до в 10 чуть-чуть покусала выпила кофе и сейчас 7 часов вечера я только помылась и хочу сейчас с вами поделиться чем я вообще пользуюсь когда вот выйду из души и покажу свои уходовые средства для волос и для лица у меня на самом деле очень много всего для волос сейчас я наверное воспользуюсь вот такой вот не смываемой штучкой от этот грин это получается восстанавливающий крем для волос он с термозащиты я на самом деле люблю термозащиту в виде крема его надо совсем немножко иначе волосы придется заново мыть я вот так распределяю в руках и наношу на длину волос на корни не наношу и распределяю вот так вот пальчиками большую часть конечно уделяю кончиком следующее что я использую для волос тоже от рейтед грин спрей против выпадения волос пробую его только пару раз не знаю я так разделяю и пшикаю на корни не знаю правильно ли я делала нет если может не правильно напишите мне и так поделитесь может своими лайфхаками как можно убираться не каждую неделю если честно я не знаю как это так можно вроде мы чистоплотные но не знаю откуда берется вся эта грязь дальше беру такую расческу от тенгл тизер и расчесываю волосы она специально предназначена для мокрых волос и она идет как массажная для стимулирования роста волос и девочки если вы знаете какое-нибудь крутое средство против выпадения волос напишите пожалуйста в комментариях почему-то у меня сейчас летом стали выпадать очень сильно волосы но может какой-то авитаминоз но не знаю в общем напишите что можно попробовать чтобы волосы меньше выпадали так но собственно я вот так расчесала по всей длине следующее что я наношу это вот такой вот кондиционер от кевина мерфи несмываемый но я на самом деле очень люблю наносить разные средства на волосы чтобы они были более ухоженные не знаю но мне так кажется что чем больше я нанесу всяких классных штучек тем они будут более ухоженные ну и распределяю руками спрей по волосам и сейчас будем сушить феном у меня обычный фен дайсон на самом деле я сушу без насадок не знаю почему в общем вот так вот на полной мощности волосы я высушила они чуть-чуть может быть влажненькие на 95 процентов я наверно их высушила но я редко высушиваю до конца волосы предпочитаю чтобы они досохли естественным путем чтобы какая-то влага в них осталось и использую такой вот шиммер вот кевин мерфи покажу сивой так вот облачком распыляю на волосы очень вкусно кстати пахнет мне кажется кевину мерфи нужно выпустить какую-нибудь дымку или парфюм для волос вообще будет топовый продукт у них очень вкусные запахи у серии для объема ну во всяком случае мне очень нравятся эти запахи и сейчас давайте приступим к лицу на день я использую вот такой вот тоник от эремис в спрее очень удобно распределяю на лицо не нужно никакие ватные диски так следующий я беру вот такую сыворотку отдать бы очень нравится это уже у меня третья баночка маленькая потому что никакой другой не было моя заканчивалась пришлось взять маленькую дальше крем для глаз пока у меня сохнет лицо я беру такой вот крем для глаз вот поем он с таким вот охлаждающим роликом на самом деле я его не очень поняла не знаю может быть у кого отсеки мне почему-то кажется вот я им возю к и мне кажется что средство никакое не выдавливается почему-то но вроде как выдавливается и распределяем в общем по мне формат крема более понятен но и средство почти впиталось у меня кожа комбинированная немножко жирнится на т-зоне поэтому щеки у меня уже впитали все а вот лоб как раз таки он такой чуть влажненький возьму такую гигиеническую помадку от бабр бабор это вот новая у них сейчас версия неплохая мне просто нравится формат очень удобно вот такой формат у меня есть ламы но он шайбочки мне не очень удобно им пользоваться то есть это нужно лезть либо пальцем но это не очень гигиенично нужно получается каждый раз использовать ватную палочку и вот есть такой ланолипс но он очень жирненький это не очень удобный носик тут очень много сразу выдавливается фокусируйся и хочу воспользоваться своей новинкой лосьоном от шанель консультант сказала что у него увлажнение такое как у сыворотки на каждый день и на самом деле подкупила что здесь 150 миллилитров интересно я все это время было фокусе или нет сейчас я заметила что фокус какой-то странный так ну в принципе девочки это все а наверное еще хочу нанести крем для тела наверно нанесу такое вот молочко от локситан на самом деле классный продукт увлажняют он не очень сильно но его большой плюс так как это молочко она очень быстро впитывается и если вам нужно вот сейчас нанести на ноги и потом быстро быстро куда-то пойти надеть джинсы там штаны он впитается буквально за минуту в отличие от масла или других каких-то кремов которые у меня есть хотя у меня есть культовые крема которые все очень так любят но вот для меня именно когда мне надо очень очень быстро собраться и быстро чтобы впитался крем вот я использую вот это молочко от локситан и удобно вот у него формат вот помпы мне хватает я наверно сюда на одну ногу два нажатия он распределяется очень быстро не оставляет никакой липкой пленки никакого вот это вот белого налета как бывает у некоторых кремов в принципе я на день использую только на ноги потому что у меня ноги очень сухие я не знаю почему вот но ноги у меня безумно сухие ну и немножко на руки а вечером конечно я практически все тело обмазываю кремом потому что в принципе тело у меня тоже сухое но не так как ноги ноги надо мне после каждой помывки каким-то кремом мазать иначе у меня просто будет я не знаю корка вместо кожи так но в принципе это все сейчас пойду дальше делать свои дела девочки очень у нас безумная жара я не знаю градусов 30 чем-то такое ощущение просто я даже в майке и в шортах мне безумно жарко и я даже не могу волосы распустить потому что я буквально вот распустила на пару минут чтобы подкрасить ресницы для видео и вообще не смогла сидеть с волосами я думала записать видео с распущенными волосами но в общем буду сидеть с хвостиком но никак мне не распустить волосы к сожалению все мне больше конечно нравится когда я с распущенными но вот так конечно неплохо смотрится с хвостиком но так как будто немножко лысенькая в общем наконец-то сажусь записывать видео о своих покупках из одного магазина мне уже эти покупки лежат не знаю недели две-три я никак не могу их распаковать надо бы потому что там есть вещи которые можно сейчас носить поэтому решила записать видео чтобы наконец-то уже эти вещи надеть девочки в общем сняла для вас с видео с покупками и знаю сван и хочу поделиться что вот эти вот шорты я сдам обратно потому что я заказывала другие там перепутали но мне уже позвонили знаю сван извинились сказали что без проблем вернут и пришлюте которые мне нужны то что бирки я сохранила все мне есть я их не носила только просто открыла и увидела что не все и хочу еще показать вам покупку белой вот такой маечки сейчас я открою это обычная белая майка от хьюга мне понравилось что сзади вот такого значок вот очень приятная плотная уже заказывала такую майку в лимонном цвете но она оказалась очень такой яркой для меня но в общем мне не очень подходила и в гардероб она мне не очень подходила и увидела что появилась такая же белая перезаказала потому что белых майок много не бывает а мне должно быть в нескольких количествах вот такие майки потому что у нас безумная жарка в петербурге какая-то аномальная жара я была не готова к ней потому что обычно у нас всегда прохладно и там вот такие вещи ты носишь под что-то и поэтому одной там хватает ну там в пару цветах только если а тут безумная жара не успеваю все стирать вот поэтому решила взять еще одну беленькую девочки вчера мы вечером были в длд и кое-что я себе купила девочки хочу показать вам свою новинку который вчера мы купили в общем мы заходили в длд и приобрели а мне кеды на самом деле кто смотрел предыдущий влог знает что мы купили сандали мне обалдение такие золотые но как оказалось в общем я ими тоже натёрла ногу и в общем на смену тем сандалям когда ноги будут очень стёрты мы решили взять обувь в сеточку от бренда премиата вот такие вот кеды немножко похожи на газели адидасовские то есть они получаются вот здесь в сетку и когда ноги стёрты и там допустим куча пластырей на пятке то по крайней мере не так будет сильно видно как в сандале так что вот такая вот обновка и меня не идеально кстати подходят под новые шорты от nice one и брючки я кстати записывала рил с с этими кедами длт когда я их примеряла то что если интересно то смотрите мои рилсы и поближе засниму их очень хорошее качество как а вот подошва интересную мне нравится вот эти вот какие-то непонятные цифры буквы вот они получаются как трёхцветные даже четырёхцветные серые розовые белые и таких как молочные что такие вот красивые кеды сегодня уже в них пойду девочки вернулся от косметолога сегодня я делаю последнюю процедуру из курса по фототерапии в общем мне очень нравится у меня сейчас на лице ничего абсолютно нет только spf крем кожа выглядит просто потрясающе я сделала всего три процедуры периодичности где-то 3-4 недели ну желательно конечно месяц по моему мне очень нравится лицо просто потрясающе но она не из приятных в том плане что тебе прикладывают аппарат и ты лежишь закрытыми глазами и определенные вспышки происходят ты все равно их видишь ну не знаю организм просто дергается это не так больно но просто вот как неприятно я в полном восторге буду повторять эту процедуру делать раз в год там и как раз таки курсом проходить ее по три процедурки может быть если делать ее раз в год то может там двух процедур пока будет достаточно так как я ее делала ранее но из-за ковида из-за всех ситуаций у меня получился очень долгий перерыв и в салоне красоты увидела вот такую фирму я искала на золотом яблоке но там какой-то был маленький выбор по моему или вообще ничего не было я просто знаю что это очень хорошая фирма для ног а я недавно сделала педикюр в хорошем салоне причем я не знаю как так получилось я всегда прошу частичный педикюр я никогда не даю трогать свои пятки потому что мне один раз их так испортили в одном салоне что просто я цеплялась за все пятками они настолько бахромились в общем были была куча трещин я очень долго лечила эти пятки мазями витамином е по моему мне нужно было мазать в общем пятки нельзя было показывать никому и я кстати не могла спать даже под одеялом без носков потому что просто пятки цеплялись за постельное белье настолько они были ужасные перепиленные я не знаю вот и буквально недавно я всегда записываюсь на педикюр только вот пальчиков и мне зачем-то сделали этим этими дисками на самом деле когда начали делать я даже не поняла сначала что это они но как бы просила закончить но все равно частично его сделали и не знаю что опять какие-то пятки сухие поводу педикюра именно ухода за пятками я даже не знаю что можно тут делать что можно посоветовать но мне абсолютно не нравятся эти процедуры взяла вот этот крем он от трещин очень он такой плотненький мне девушка консультант в салоне который делать педикюр она делает именно ухода как-то уходовый или медицинский педикюр он называется но это в общем немножко другой педикюр там он направлен больше на мозоль на на топтыши такие вот проблемы и вот она мне посоветовала взять такой крем гель крем и дала еще два вот таких пробника ну просто вот что у нее было он говорит попробуйте мало ли понравится так что вот такая вот история с ногами так что берегите свои ноги свои пятки и вот всякими вот этими абразивными очень скрабирующими веществами но не прибегайте к ним я не знаю я раньше просто мыло тщательно и мочалкой проходилось и все было отлично и девочка которая моя подружка мне делала педикюр и маникюр она мне никогда педикюр не делала ну вот не делала уход пяток именно там не пилила ничего она только иногда добавляла крем и возможно какие-то мозольки вот локально чуть-чуть там спиливала но не перепиливала мне пятки так что да будьте девочки аккуратно с педикюром и выглядит кремуша прям как из аптеки какие-то вот тюбики и тут вот написано да где я так понимаю можно мазать их но тут все на иностранном на английском и вот тут есть применение состав хранения ну в общем если кому-то интересно скриньте принесла на руку чтобы показать консистенцию ну такой вот плотный очень маслянистый жирный то есть это вот не нанести легкий кремушек с утра и пойти это нужно вот его нанести и лежать ждать пока он впитается там минут не знаю может 10 или же под носочки на ночь как-то так то есть это не такой легенький кремушка на специально взяла поплотнее там был крем полегче ну я решила если уж брать так брать который ну наверняка должен помочь кстати показывала вам ленточку в общем я приспособила под пучок ну то есть я завязываю обычный пучок и сверху эту ленту не знаю мне нравится в принципе выглядит симпатично так вот повседневно можно даже там на какой-то вечер разбавить свой образ сейчас наверное переодену что что я пока в уличном сижу и наверное помонтирую потому что у меня на самом деле очень много разных видео именно длинных там кое-что для влога кое-что есть вот с покупками которые у меня не обработаны и надо бы за них сесть потому что есть материал который вам показать и на самом деле поменяла положение руки потому что устала и на самом деле с каждым разом я как можно сказать все более открыто могу с вами разговаривать потому что все равно когда начинаешь снимать видео есть определенные барьеры я вот включала камеру и просто не знаю что мне сказать вот такое вот то есть в принципе словарный запас нормальные с людьми общаться умею работала коммуницировала на работе всегда с этим было все отлично никаких проблем а вот включаю камеру и не могу ничего сказать будь здоровы там собачка чихает мая и знаете там допустим показываю какое-то средство и даже не знаю что о нем сказать хотя вот когда подружки спрашивают что купить что можешь посоветовать я могу там часами рассказывать про какое-нибудь средство тем более я практически показываю и пользуюсь тем что мне очень нравится что обычно мне нравится я сразу выкидывают или там кому-то отдаю и обычно даже и не показываю в общем даже не могу сформулировать правильно мысль и что я заметила конечно в обычной жизни когда ты общаешься с людьми вот так вот face to face это же модно сейчас так называть ты не замечаешь своих слов паразитов ты не замечаешь свои какие-то не знаю пробелы в диалогах а когда вы ты снимаешь видео а потом я когда начинаю монтировать и слушаю что я говорю я думаю ну кошмар как можно такое сказать или так говорить потихоньку раскрываюсь потихоньку преодолеваю свою зону комфорта выхожу из своей зоны комфорта своими страхами чтобы снимать чтобы было интересно если честно сейчас тоже смотрю свои видео мне кажется я такая грустная я такая какая-то обидно не обиженная как будто у меня все плохо но это не так просто вот какие-то барьеры какие-то комплексы девочки никогда не комплексуйте любите себя не нужно вот на вот это вот мнение посторонняя операция нужно опираться на то что вы чувствуете то чего вы хотите как вы это чувствовать как вы это воспринимаете а не то как вам говорят там другие люди и у меня еще на подходе как раз таки пустые баночки которые никак не могу снять мне нужно сесть и снять это видео но у меня опять таки страх что есть сяду и не буду знать что мне сказать про каждый продукт конечно можно наверное сесть и написать сценарий что наверное я и сделаю ну потому что иначе это будет epic fail очередной а